Здравствуйте! Тема настоящей лекции это определение психики. Данная лекция является логическим продолжением предыдущей, поскольку мы с вами вышли на проблему того, что безумно-личный критерий не является достаточно для ответа на вопрос, когда психика возникла. Целесообразно проанализировать принятые в современной отечественной психологии определение психики, и уже исходя из этого анализа, попробовать сказать, когда она возникла. В общем-то, в отечественной психологии нам с вами повезло, поскольку у нас долгое время еще в советской психологии существовала единая методологическая основа, и психика имела более-менее определенную дефиницию, которую можно встретить в различных учебниках, в словарях. Итак, психика это свойство живой, высокоорганизованной материи, заключающейся в активном, субъективном отражении объективной действительности. Я вам честно скажу, я когда это определение сам первый раз увидел, я очень испугался, потому что там ничего не понятно. Соответственно, нашей задачей является постепенно обсудить и, скажем так, разжевать это определение, для того, чтобы каждый темный стал понятен. Собственно, что такое отражение, мы с вами уже говорили, что это свойство, которое встречается у любой живой материи, заключающейся в способности фиксировать следы этого взаимодействия. Правда, в зависимости от того, о каком уровне организации материи мы говорим, соответственно, будет отличаться и отражение. Это может быть отражение физической природы, отражение химических объектов, химических реакций, физиологическое отражение, то есть биологическое, или психическое отражение, можно также говорить еще и о социальном отражении. Но отличительная особенность отражения психического заключается в том, что следы о взаимодействии субъект, то есть живой организм, имеет в себе непосредственно, не меняя, не видоизменяя, объект, с которым он взаимодействует. То есть он имеет в себе его образ. При этом психическое отражение, естественно, происходит в результате различных других отражений физических процессов. Это что касается самого термона отражения, который понять, в общем-то, достаточно несложно, если учесть философскую подоплевку. Следующая особенность – это термин термины. Субъектность и субъективность. Эти два термина необходимо отделять. Дело в том, что субъектностью обладает любой живой организм. Что такое субъектность? Это фактически пристрастность, предрасположенность к тому, чтобы получать из окружающей среды необходимые питательные вещества. То есть чем отличается живой организм тем, что он противостоит окружающим процессам, противостоит распаду энтеропии за счет постоянного усложнения себя. И за счет этого усложнения окажется возможным. Поскольку он не распадается на части, а происходит постепенная эволюция. Таким образом, любой живой организм – это организм, хотящий организм, желающий. То есть имеется точка интенсиональной направленности. Соответственно, процесс, в результате которого происходит получение необходимых питательных веществ, удовлетворение любой нужды – это процесс деятельности. Сразу нужно допустить оговорку. Дело в том, что традиционно в психологии под деятельностью понимается именно человеческая, осознанная, целенаправленная деятельность. Однако в русле эволюционного подхода деятельность – это более широкое понятие. Процесс по удовлетворению потребности субъектам. Организм, обладающий субъектность. При этом важно также разделять понятие нужды и потребности. Нужда – это дискомфорт, который связан с тем, что чего-то в организме не хватает. А вот потребность – это уже представление живого организма о том, что нужно получить для того, чтобы этот дискомфорт убрать. Соответственно, потребность – это ключик к другому термину. К термину субъективность. Субъективность – это уже именно отражение. Это индивидуализированное, уникальное восприятие окружающей среды и самого себя субъекта. Предполагается, что, если мы говорим, что субъектностью обладает любой живой организм, то субъективность есть только у тех, которые наделены психикой, субъективное отражение окружающей действительности. Уникальное индивидуализирование. Однако, с другой стороны, эти два феномена тоже оказываются тесно связаны и неотделены друг от друга, поскольку любой живой организм, удовлетворяя свою потребность, делает это уникальным образом, поскольку хотя бы он находится в той части среды, в которой ни один другой располагаться не может. И адаптация происходит также специфическим образом, исходя из этапов процесса его развития и особенностей морфологической организации. Поэтому даже два дерева одного и того же вида, растущие рядом с другом, все равно находятся в разной среде относительно друг друга. И есть у них индивидуальные уникальные особенности адаптации и соответственно отражения этой окружающей среды. Наиболее сложным и непонятным термином является термин «высокоорганизованная материя», поскольку, пожалуй, ни в одном словаре, ни в философском, ни в психологическом определении этого слова вы не найдете. Дело в том, что если мы термин вводим, соответственно, он должен быть какой-то спецификой. Очень часто говорят, что психика – это свойство мозга или свойство нервной системы, что, в общем-то, как мы уже выяснили, не вполне конкретно, потому что она может обладать в других организмах, у которых эти морфологические структуры не представлены. Таким образом, крайне важно и необходимо понимать вообще-то, что такое «высокоорганизованная материя». Понятно, что морфологический критерий для этого не подходит. Можно использовать для этого критерий функциональный. И в качестве такого критерия часто применяется понятие «поведение». Поведение как специфическая форма организации жизнедеятельности. И вот отталкиваясь от этого, мы уже можем двигаться дальше в сторону ответа на вопрос «когда психика появилась?». Потому что психика – это инструмент регуляции деятельности и поведения, как вы можете обнаружить, читая различные словари. Поэтому, что такое поведение? Поведение считается традиционно специфической чертой животного типа организации. И свойственно, как правило, рассматривается только животным. Отечественный исследователь Левушкин предложил выделять следующие специфические признаки поведения. Во-первых, это особенный вид питания. Или анимальное питание. Также его еще называют «голозойное питание». Питание целостными, оформленными пищевыми объектами. Когда организм не всасывает питательные вещества, как это делают, например, грибы и растения, а потребляют целостные куски и впоследствии их расщепляют. При этом происходит два процесса. С одной стороны, захват пищевого объекта. С другой стороны, индивидуальное пищеварение. Не коллективное, как, например, у бактерий, которые вместе переваривают какой-то субстрат, а индивидуальное в структуре отдельного организма. Во-вторых, это специфический способ передвижения, который тесно связан со способом питания. Это анимальное движение, в рамках которого выделяется локомоция, то есть передвижение своего тела относительно окружающего пространства и манипуляция передвижения объектов относительно собственного тела. Первый вариант такого движения – это захват пищи. И изначально он представлен у наиболее примитивных живых организмов, у которых встречается поведение, как специфическая форма организации жизнедеятельности, у одноклеточных гетеротрофных протис, например, у амёд. И у псевдоподий, у лыжноножки, являются, собственно, инструментами с одной стороны и передвижения, и с другой стороны захвата пищи. Поэтому это еще не исходная, не дифференцированная форма анимального движения и поведения. И при этом последующие эволюции у животных происходит постепенное и все более сложное увеличение активности, за исключением некоторых направлений. И усложнение инструментов передвижения и манипуляции локомоции. И, соответственно, в качестве третьего компонента сюда подключается чувствительность. Потому что для того, чтобы достичь пищевого объекта или убраться от какого-то угрожающего воздействия, сбежать от него, мы должны реагировать на сигналы этого объекта, которые являются метаболистически значимыми, но не вовлекающимися непосредственно в метаболизм. Соответственно, мы с вами имеем непосредственно три критерия и три фактора, которые ведут к возникновению и поведения, и психики чувствительности. При этом здесь нельзя сказать, что появилось раньше поведение или, собственно, психическая организация, поскольку они неразрывно друг с другом связаны. Соответственно, с одной стороны, это голозойное анимальное питание, которое является основой жизнедеятельности данных организмов. Это анимальное движение, и это чувствительность. При этом в отдельности эти признаки встречаются у разных представителей живой природы. К примеру, захват пищи встречается у растений, которые питаются готовыми продуктами, например, насекомыми. Или же передвижение анимального типа встречается у бактерий, которые продвигаются с помощью жгутиков. Но однако в совокупности все три они появляются только у царства, которые носят название протезов. И впоследствии уже эти гетеротрофные протесты дают веточку в сторону животных и развиваются именно у животных. Однако мы также можем допустить, что аналоги психической организации, в том числе и чувствительности, как мы уже раньше говорили, встречаются у представителей всей живой природы, что требует, естественно, пересмотра и выработки новой терминологии, а также нового критерия, что является перспективной задачей зоопсихологии как науки. На этом тему и определения психики, и ответа на вопрос в момент ее возникновения мы заканчиваем. Спасибо за внимание.